Hi guys! Сегодня я расскажу вам про удивительные американские продукты, которые никогда не будут продаваться у нас. Интересно? Тогда погнали! Я думаю, все вы помните про дошики, картошку, которую можно тоже заваривать, и все это такая быстрая еда, которую вот кипятком заварил и поставил в микроволновку, и вуаля, готово. Но американцы решили пойти дальше и придумали, внимание, макароны с сыром! Которые нужно заливать кипяточком, посмотрите на это, сейчас вам вблизи покажу. Вот такая вот баночка, видите, здесь наборчик, макароны сами, и внутри есть еще пакетик с сыром, видите, который добавляется уже в конце приготовления. И сейчас, я думаю, многие из вас задумались, такие типа, а макароны, зачем их заваривать? Их же можно просто сварить, посыпать сыром, вуаля, готово, и так, в принципе, недолго. Зачем придумывать заварные макароны с сыром? Есть еще макароны с сыром вот такого плана, есть какие-то детские варианты, вот такие вот, 1,59$ стоят. Эти вот вообще по 78 центов бюджетный вариант, а даже дешевле, чем лапша. И вот, пожалуйста, вот тоже какие-то органик, уже что-то более модное, чеддер внутри добавляется. Короче, берется эта упаковка, открывается крышка, туда наливается кипяток, потом вот эта пачка с макаронами внутри, ставится отдельно микроволновку, а у вас в руке остается пакет с сухим сыром. Я как-то покупала такие макароны, честно вам скажу, сыр настолько вонючий, что просто я даже не представляю, как можно его посыпать макароны и есть. И таким образом, вуаля, у вас получается обед или ужин, макароны с сыром, mac and cheese, как они здесь говорят. И да, вы сэкономили какое-то время, потому что если мы варим обычные макароны, это минут 10, а такие заварные, не знаю, 2-3 минуты максимум. А еще вам хотела показать, что бывают макароны сваренные, но замороженные. Вот смотрите, 39 стоит такая пачка, здесь уже, видите, сыр чеддер, просто разогреть в микроволновке. Для тех, кто не любит вот такие вот макароны из баночки, с не очень вкусным сыром есть, но вот это вот будет получше, конечно, покачественнее. А сейчас чуть позже расскажу вам, какой алкогольный напиток американцы щедро добавляют в соус для макарон. Вы реально удивитесь. Как-то раз я зашла в американский магазин и увидела на полке эти чипсы. Я реально была в шоке, у меня здесь, знаете, включился бабка Моут. Я подумала, как можно продавать чипсы такого цвета? Это же просто сколько химии надо было туда положить. И вот я иду, иду, иду и вижу вот это. Посмотрите, ребята, чипсы просто какого-то сине-фиолетового цвета, причем разных, смотрите, у производителей, не одного, а нескольких, стоят с обычными рядышком. И тут, конечно же, вопрос, это вообще что такое? Это химия, не химия, они окрашены. Почему они такого цвета? Знакомьтесь, блю чипс, голубые чипсы. Точнее сказать, я бы сказала, что их цвет больше фиолетовый. Оказалось, что эти любимые американские чипсы делают из синей кукурузы, специальный сорт кукурузы. Собственно, и в составе ничего страшного. Прямо сейчас переверну пачку, чтобы показать вам состав. Смотрите, видите, мука из голубой кукурузы, масло, вода, соль и лайм. Ну, то есть это просто со вкусом лайма, на самом деле можно просто солью найти, вот это вообще без соли. Но если же посмотреть на цену, то разница, конечно, есть. Это чипсы из обычной кукурузы, а это из голубой. Из голубой 4.99, из обычной 2.49 по акции 1.99. В общем, у них прекрасный вкус, никакого вот этого химического запаха нет. Единственное, что да, цвет. Каждый раз, когда берешь эти чипсы, немножко напрягаешься, потому что, ну, синие чипсы, это, конечно, что-то с чем-то. Кто хотел бы попробовать, отметьтесь в комментах, но мы с вами идем дальше. Быстро ли дети учат английскому языку? Довольно частый вопрос в моем директе. Могу сказать, чем раньше вы начнете, тем эффективнее пойдет процесс изучения. И сейчас, когда появилось довольно много свободного времени, я предлагаю провести его эффективно со своими детьми. И расскажу вам сегодня о классной онлайн-школе английского языка All Right. Вы знаете, как я обожаю удаленный формат изучения языка. На мой взгляд, это очень удобно, и в том числе для детей. То есть не нужно никуда ребенка заранее вести, договариваться, там, свои графики соотносить. Ребенок сидит дома, он поел, отдохнул, садится за компьютер и начинает заниматься. Более того, у ребят в онлайн-школе All Right все это происходит в игровой форме, то есть знания дети схватывают максимально быстро. Мне очень нравится подход ребят из All Right, потому что они придумали такую фишку. У них не один какой-то общий учебник на всех детей. Они под каждого конкретного ребенка придумывают программу, чтобы учитель был на одной волне с ребенком, учитывал все его интересы. На интерактивной классной платформе дети играют, поют песни, слушают музыку, танцуют, смотрят мультфильмы. То есть такой подход на самом деле очень нравится детям, они воспринимают уроки как что-то очень интересное, захватывающее, что, естественно, положительно сказывается на динамике изучения языка. Для всех моих подписчиков ребята из онлайн-школы английского языка All Right приготовили приятные сюрпризы. При первой оплате по промокоду Nelly вы получаете два урока бесплатно, а если приходите вместе с друзьями, то каждый из вас также получает по два урока бесплатно. Подпишитесь на YouTube-канал и Instagram-аккаунт школы All Right, и вы будете каждый день получать бесплатные, очень полезные материалы для своих детей по изучению английского языка. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Кстати, пробный урок бесплатный, поэтому переходите, регистрируйтесь, ну а мы с вами идем дальше. Итак, на очереди следующий продукт, который, на мой взгляд, никогда не будет у нас продаваться, это корндог. Что это такое, спросите вы? А вот прямо сейчас вам расскажу. Корндог – это очень популярное такое блюдо, перекус, я бы сказала. Стритфуды очень часто на улице их продают. Сосиску насаживают на деревянную палочку, и после этого погружают в тесто из кукурузной муки, а затем сразу же в шипящее горячее масло. То есть, таким образом, вот это тесто запекается, и у нас получается, ну, в принципе, если сравнить какая-то такая сосиска в кукурузном тесте. По вкусу я вам скажу, эта штука – корндог. Очень даже ничего я как-то раз покупала. Но американцы продают такие корндоги не только на улице, прям с пылу с жару, но и также можно увидеть в магазинах. То есть, вот эти корндоги, они предварительно где-то на производстве обжарились, положили их в пачку, заморозили, ну, как мы знаем, да, американцы любят все замороженное. Короче, вот такое вот интересное блюдо – корндог. Будьте в Америке, обязательно его попробуйте. Ладно, корндоги американцы еще продают, смотрите, блинчики замороженные. То есть, для тех, кто не хочет готовить с утра, вот, пожалуйста, замороженный купил, разморозил, готово. Печенье, вафли, то есть, все это уже, смотрите-ка, готово. Просто дома поливаешь соусом, кладешь масло, и вот у тебя, пожалуйста, может быть завтрак. Если вы смотрели американские фильмы, то я просто на 100% уверена, что вы должны были хоть раз видеть этот продукт – сыр в баллончике. Вот он, сыр в баллончике, пожалуйста, с разными, причем вкусами. Смотрите, это чеддер, это вот какой-то тоже чеддер, только более ядреный, и это американский сыр, так называемый. Такого продукта я не встречала в наших странах, потому что, мне кажется, никому в голову не приходило наливать сыр в баллончик. Но, собственно, зачем, если можно продавать в каких-то других нормальных формах? Для чего американцы это делают? Если честно, я не нашла никакой ответ, кроме как маркетинг. Так, ребята, ну сыр в нарезку у нас есть, сыр в тюбике, есть сыр в ванночках, есть. О, а давайте продавать сыр в баллончиках. Короче, вот такой вот баллончик, его открываешь, наливаете, и получается сырное печенье. Не знаю, насколько это вкусно. Более того, американцы не используют этот сыр в баллончике, знаете, как сыр, который ты с утра там взял хлебушек, вот так вот побрызгал, все и пошел есть. Да нет, они этот сыр наливают на печенье, например, да, вот особенно какие-то рогалики, вот прям форму выливают. Короче, просто развлекаются с продуктом, и никакой вот специальной какой-то задачи у этого сыра нет. Короче, вот такой вот сыр в баллончике стоит 2,69 по акции, без акции 2,99. Следующий продукт, который продают в американских магазинах, и я думаю, что тут ничего удивительного нет в самом продукте, но удивительно, в какой форме это продают. Короче, они продают вареные яйца. Вареные яйца. Короче, серьезно, ты заходишь в магазин, можешь купить 12 яиц обычных, а в Америке не десяток, а, так сказать, 12 яиц. В упаковке их 12 штук, и обязательно на полочке будет стоять упаковка с вареными яйцами. Пожалуйста, вареные яйца, вот такая вот упаковка, 6 яиц здесь получается. В индивидуальной упаковке, видите, по 2 штучки. Стоит 2,69, а вот это вот тоже, тоже такие же яйца, видите, они плавают. Ну, не знаю, не знаю, друзья. Честно признаться, когда я на полке вижу холодные вареные вкрутую яйца, что-то подкатывает к моему горлу. Короче, не знаю, для меня яйца должны быть вот свежеприготовленные, вот прям вот-вот такие тепленькие, а вот холодные вареные яйца из магазина я бы купить не смогла. Может быть, их покупают спортсмены, я не знаю. Либо народ покупает на салаты, ну, либо те, кто не хочет морочиться, не знаю, там, тратить 5-7 минут на то, чтобы сварить яйца, а такие типа, о, нужны яйца, куплю, готовы, хоп, покупают, режут и едят. Если человечество будет на грани чрезновения, то всегда можно будет съесть это. Сколько мемов и шуток было в интернете, в фильмах, такие как «Крепкий орешек», «Валли», «Хищник». А все это о чем? О золотистом кексе с кремовой начинкой, которая называется «Твинки». И вот они, друзья, знаменитые «Твинки». Посмотрите, какого они цвета, такого ярко-желтого, правда, да, не очень натурально, по крайней мере. Внутри, видите, нарисовано, что есть крем. В чем фишка и почему американцы смеются? Бытует мнение, что кекс «Твинки», фирменный вот такой вот американский, полностью состоит из химии, и поэтому он никогда не портится. Даже если его положить, забыть и через 20 лет вдруг вспомнить, кекс будет цело невредим, его можно будет есть в любое время, да, и ночи. Давайте срок годности проверим, да, сколько они хранятся. Значит так, до 9 мая. То есть фактически получается, примерно чуть больше месяца они хранятся, никакие, конечно, 20 лет не пролежат, они вот такие вот влажненькие, то есть чем-то пропитаны. Давайте глянем составчик, чтобы все точки на дыр оставить. Смотрим, ооо, смотрите-ка, тут куча-куча всего просто. И написано, видите, natural and artificial flavor. То есть здесь есть искусственные усилители вкуса. Ну, как бы оно и понятно, такой цвет не очень натуральный. Он был придуман в северных штатах, как закуска, которая долго может храниться, да, и месяц это, в принципе, хороший срок, чтобы он там не зачерствел, не заплесневел. Но каждый американец знает его просто с детства. И вот этих шуток про вот этот вот кексик, который может лежать много лет, до сих пор бытует. Спросите любого американца, он вам расскажет. А еще в Америке, кстати, продается такой продукт, который я не видела в наших магазинах. Это замороженный концентрированный сок. Смотрите, вот такая вот упаковка. Ты ее берешь, кладешь в воду, она размораживается, перемешиваешь, и у тебя получается несколько литров сока. Вкусов, смотрите, очень много разных. То есть вот здесь вот апельсиновый, это вот какой-то розовый лимонад. Вот есть клубничный, короче, вариантов полно, но примерно 20,49 это в любом случае будет дешевле, чем купить большую пачку сока. Вот казалось бы, ребята, если водка, то значит балалайка, матрешка, медведь, Русь, матушка. А вот ничего подобного. Один из самых популярных соусов в США – водка. Соус. То есть его можно встретить в холодильнике любого американца. Его подают с макаронами, с тефтелями. Короче, очень-очень распространенный соус есть в каждом супермаркете. Итак, друзья, вот он, соус, водка-соус. Вот так вот выглядит, смотрите, видите, там лучок проглядывается, перец, соус такого ярко-оранжевого цвета. И что здесь написано? Без глютена, без добавления сахара имеет сладковатый вкус. Это правда, соус такой очень сладенький вкус. И видите, обязательно ингредиент – водка. Какие же ингредиенты входят в состав этого суперпопулярного в Америке соуса? Ну, конечно же, друзья, водка. Полстакана водки, как гласит рецепт. Туда нужно добавить оливковое масло, экстра-верджин, после этого чеснок, измельченные помидоры, сливки. Если вот прям хотите заморочиться приготовить его, я вот здесь вот рецептик сейчас вам покажу. Этот соус я часто покупаю, готовлю с ним курицу, то есть вот прям кладу кусочки курицы, заливаю им и тушу. Получается, ребята, очень-очень вкусно. Короче, вот такой соус американцы очень любят. Сейчас в наличии, правда, есть соус, который только стоит 7,99, он какой-то органик. Но бывают достаточно бюджетные, например, вот этот за 2,99, вот этой же фирмы бывает водка-соус. Собственно, за 3 доллара спокойно себе можно его позволить. Ребятки, прямо здесь и сейчас вы узнаете, кто выиграл автомобильный номер из прошлого ролика. И я, конечно же, как обычно, поздравляю победителя. А в комментариях к этому видео я хочу разыграть вот такую вкусную американскую жвачку. Порадую вас немножко, ребятки. Я знаю, что сейчас многим грустно, мне тоже не очень весело на карантине, но все же. Короче, жвачку летит победителю. А также вот такой классный кошелек, сейчас расскажу немножко про него. В Америке они сейчас очень популярны. Это кошелек, куда вы можете положить все свои карточки, особенно вот которые PayPass, то есть магнитные. И он защищает от того, чтобы ваши данные никто не считал, то есть от мошенников. Короче, эти два подарка в одни руки. Чтобы выиграть, нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и обязательно ставить коммент по делу. Обязательно заходите ко мне в Инстаграм, там каждый день я рассказываю ситуации в Америке, в Лос-Анджелесе, что у нас сейчас происходит, снимаю ежедневные сторис. Так что, друзья, не унывать, все будет хорошо и увидимся с вами в новых видео. Bye, guys!